Смелых нас немножко больше. Сегодня речь у нас пойдет по партнерской программе, которая у нас работает с 18 января 2016 года. Но я так подозреваю, что большинство из вас, кто сегодня есть у нас в комнате, уже эту информацию слышали. Поэтому хочу сразу уточнить, будем ли еще раз проходить по слайдам нашей презентации, говорить о каждой квалификации и прочее. Либо сначала мы ответим на какие-то у вас вопросы, которые есть. И потом, в принципе, кстати, я вам задам такой вопрос. На прошлом вебинаре я говорил, что информация по маркетинг-плану, по партнерской программе может быть вам и обнаружена, если вы не поленитесь, в личном кабинете партнера. Кто-нибудь заходил в личный кабинет, искал, где находится сейчас информация по маркетинг-плану. Если такие люди есть, поставьте, пожалуйста, цифру 5. Это те, кто обнаружил. Алексей, так, хорошо. Ну, в принципе, Алексей, я и не сомневался, что он найдет. То есть оставшиеся люди, которые сейчас внимают тому, что я говорю. Ага, вот Вера написала, что да. Вот так. Хорошо. То есть два человека нашли эту информацию. Но остальные либо это не слышали, либо просто как бы не удосужились. Да, в принципе, действительно. Может, кому-то это и не надо. Опять же, если мы вернемся к партнерской программе, то к ней я, например, отношусь достаточно спокойно. Всегда найдутся люди, которые, скажем так, будут использовать данный инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги. И найдется гораздо большее количество людей, которые просто спокойно воспримут информацию, что здесь есть возможность получения дохода. Но либо посчитают, что это невозможно, либо посчитают себя неспособными делать простые шаги. Ну, либо просто, скажем так, это как очередная новость пройдет, услышанная по телевизору. И они об этом забудут, потому что самое главное, что они сделали в своей жизни, это тоже очень здорово, кстати. Они стали участниками нашего проекта и приобрели для себя какой-то пакет акций, что положительно сказывается на них, потому что при выходе компаний на мировой рынок транспорта и на мировой рынок инвестиций у них будет довольно приличный пакет в виде тех акций, которые есть в этом пакете. И каждая из них будет стоить 1 доллар США, соответственно, они улучшат свое финансовое состояние. А для компаний, конечно же, это важно, потому что даже пусть небольшими деньгами эти люди принимают участие в реализации нашей технологии, в выведении ее на мировой рынок. То есть эти денежные средства у нас идут на строительство Экотехнопарка на территории Республики Беларусь. Кстати, сегодня буквально прошла новость от группы компании Skyway, как бы итоги проделанной работы за январь месяц. Те из вас, кто еще на свой электронный адрес не заходил и не видел этой информации в письме, зайдите, посмотрите, там есть видео. То есть вы опять же подкрепите свою уверенность тем, что мы продолжаем развиваться, мы продолжаем вести работы над внедрением данной технологии. Ни на один день мы не останавливаемся. Ну а вам предоставляем сегодня отличную возможность получить источник дохода, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировые рынки. Как транспортные, так и инвестиционные. Поэтому, как я говорил, партнерская программа, в принципе, она есть, она для всех, но не все возьмут этот инструмент и будут его использовать для того, чтобы, скажем так, предпринимать какие-то действия ежедневно, кто-то там через день. А кто-то может быть раз в неделю давать информацию своим друзьям, знакомым, партнерам, какому-либо виду бизнеса, либо, скажем так, коллегам по работе. И от этого еще получать какие-то проценты. Скажите, вот те, кто присутствует, я вижу, Татьяна, да, тоже вас приветствуем, Киров приветствуем. У нас есть люди с Украины, причем не только Вера, да, у нас наверняка Виктор из Днепропетровской области. Алисей, как я понимаю, это, предполагаю, это Екатеринбург. Да, у нас есть Москва, у нас есть Анна из Вологды, то есть Людмила из Днепропетровска. Приветствую вас всех. Итак, коллеги, как мы с вами поступим? Как мы пробежимся с вами? То есть я покажу каждый слайд по каждой квалификации. Да, Алексей, я так и понял, что это вы. Вот, а потом, в принципе, вы можете задать мне вопросы сегодня, ну, может быть, не только касаемо этой партнерской программы, да. Да, вот, опять же, я не могу сказать, что я на все 100% вопросов смогу ответить, потому что целый ряд решений каких-то, да, и вопросов нужно обращать не ко мне, например, а к руководству компании. Итак, коллеги, партнерская программа, вы знаете, она введена не так давно, я думаю, многие из вас обратили внимание на то, что у вас изменилось название квалификации в личном кабинете, да, потому что сейчас все квалификации привязаны к условиям этого маркетинг-плана. То есть если что-то было сделано по предыдущему маркетинг-плану, вы даже могли там быть инвестиционным консультантом, да, а это у нас там пятая квалификация, то здесь вы можете стать, например, в статусе партнера первой квалификации, которая здесь есть. Потому что условия немножко отличаются. Предыдущий маркетинг мне лично нравился, да, и было много разговоров на тему того, что он как бы людей не активизирует в какой-то деятельности, и люди, мол, там не занимаются расширением первого поколения, но вы знаете, первое поколение предыдущего маркетинга давало довольно большие проценты. В принципе, большой процент с первого поколения дает и этот маркетинг-план. Этот маркетинг-план проще в плане того, что вы даже не сделав каких-то серьезных телодвижений, да, уже имеете возможность получать доход с четырех уровней глубины. В том маркетинге было немножко по-другому. Там, чтобы глубина открывалась, вам нужно было выполнить, ну, оно не очень серьезное условие, но тем не менее для многих людей, которые, скажем так, инвестируют в наш проект небольшие деньги и предоставляют данную возможность людям, у которых, скажем так, уровень дохода ниже среднего, да, вот, либо ниже минимального. И такое бывает. Тем не менее, такие люди, которые получают, там, пенсию в размере 6-7 тысяч рублей, 8, да, Российской Федерации, инвестируют в наш проект, потому что видят в нем перспективу, видят в нем реальную возможность изменения собственного будущего, собственной, скажем так, финансовой составляющей, мало того, при этом еще помочь, там, детям, внукам и так далее, и так далее. Партнерская программа сегодня это действительно инструмент, либо это возможность создания своего собственного бизнеса, при этом, скажем так, вам не нужно будет осваивать какую-то новую специальность, вам не нужно получать каких-то, скажем так, сильно углублять свои знания в направлении технической составляющей, да, в направлении экономики, мира финансов, то есть вам не нужно обучаться там банковскому делу, чему-то еще. То есть вы можете делать простые шаги, разбираться параллельно, скажем, в той информации, которая касается непосредственно группы компании Skyway, это и технология, то есть вы можете посмотреть большое количество видео, послушать ответы на вопросы Анатолия Дарыча Юницкого, разобраться в партнерской программе, да, вот, следить за новостями и просто давать информацию своему окружению. Но лучший вариант, если мы говорим о партнерской программе, если вам кто-то помогает эту информацию доносить. Вот наши вебинары, по большому счету, по партнерской программе и презентационной, да, они нацелены на людей, которые только разбираются в информации, в первую очередь. И как помощь вам, если у вас рядом, например, нет наставника, а такое бывает, у нас проект находится в интернете, да, вот, соответственно, вы можете пригласить людей, которые по какой-то, скажем так, вашей информации, по вашей реферальной ссылке, вышли на какие-то источники, что-то там для себя усвоили, вышли на вас и сказали, например, что я бы хотел подробнее разобраться, да. То есть вот таких людей вы можете пригласить на вебинары, которые мы проводим, они получат информацию на презентацию, то есть что из себя представляет технология, когда она начинала создаваться, краткую историю развития технологий и непосредственно предложение нашей компании Skyway Capital, потому что мы партнеры группы компании Skyway, корневой нашей компании, и наша задача привлекать инвестиции. При этом, привлекая инвестиции, мы нашим инвесторам даем возможность еще получать доход. И вот многих людей, я знаю, у нас разные есть, разные отношения, да, к партнерской программе, которая у нас есть. То есть есть большое количество людей, которые говорят, зачем вы добавили этот маркетинг-план, там, вот, похоже на MLM, там, бизнес, на сетевой маркетинг и так далее. Вы знаете, это небольшой стимул для вас. То есть если вас зацепила эта информация, если вы видите в этом перспективу, да, если вы, скажем так, вас затронули какие-то струны внутри вас, что вы поверили в эту технологию, вы реально хотите передвигаться на таком виде транспорта, и чтобы, скажем так, жизнь человечества изменилась, то почему бы вам не рассказать тем, кто вас окружает, да, вот. Потому что если вас это затронуло, если вы это поняли и разобрались, я думаю, что вокруг вас есть достаточно большое количество людей, которые такие же, как вы. Не хуже, не лучше, да, которые точно так же, как вы, могут в этом разобраться. Мало того, отнеситесь к этому не с точки зрения того, что вы кого-то обуваете в лапке и пытаетесь с них снять деньги, да, и так далее. А вы даете им возможность. Вы даете им возможность узнать о том, что понравилось вам. И тогда, возможно, отношение, скажем так, к партнерской программе, которая у нас есть, немножко изменится. Вы ничего не делаете плохого. Вы никого не скручиваете в бублик, да. Вы никого не пристегиваете, скажем так, наручниками в батарее и не уходите из их квартиры, пока они вам не дадут деньги. Вы просто людям говорите о том, что, ребята, смотрите, есть технология, есть человек, который это внедряет. Есть куча, скажем так, структур государственных, которые уже признали, что да, действительно, это перспективная технология, давала свои, скажем, экспертные оценки, заключения и так далее. Об этой технологии много говорилось по телевизору и прочее, прочее, прочее. Я в это верю. Вот, мало того, если ты примешь участие в этом проекте, ты заработаешь в будущем. И сейчас, вот так же, как я тебе доношу информацию, мы вместе можем дать кому-то, он так же примет участие и прочее, мы еще с тобой при этом заработаем денег. Не ставя во главу, что мы сначала заработаем денег, а потом все прелести остальные, понимаете, да. Хотя в наш проект могут прийти люди действительно по разным причинам. Кто-то просто, скажем так, всю свою жизнь интересуется, там, читает фантастические книги, интересуется, скажем, новыми какими-то техническими вопросами в нашей с вами жизни. Да, ему нравятся новые технологии и так далее, и так далее. Он загорелся, увидел, что это есть. Кто-то приходит, потому что, скажем так, ему понравилась информация, ему хочется чем-то заниматься. Я никого не хочу обидеть, но вот пенсионеру, многие, скажем так, жизнь, вот он вчера был нужен огромному количеству людей, работая на каком-то предприятии, а сегодня пенсия пришла. И он, как говорится, грубо я скажу, да, вот вроде бы никому не упал. Грамоту дали, что спасибо, что отработал на нашем предприятии 30 последних лет, да. Ну и кто-то, может быть, вспоминает, что у тебя есть день рождения, там, хорошо, если руководство компании раз в 4 года присылает и поздравляет с днем рождения, либо приглашает на какие-то, возможно, праздничные мероприятия, если вы были заслуженным деятелем этого предприятия. Вот, а как правило, большинство людей, скажем так, не хотят сидеть возле подъезда, не хотят грызть семечки, потому что первая причина, может быть, у зубов не так много, а вторая, скажем так, понимает, что семечки могут зубы испортить, вот, и они готовы двигаться, они хотят, у них энергии хватает, ну и плюс ко всему они увидели эту перспективу. Поэтому, скажем, у нас большое количество людей, как я говорю, в мудром возрасте, да, которые дают информацию о нашем проекте, которые инвестируют, покупают эти пакеты, акции и так далее. Есть люди, которые увидят, помимо того, что да, технология классная и прочее, еще есть возможность заработать, почему нет? Потому что, как мы говорим, да, денег лишних не бывает, причем здесь деньги, в принципе, которые мы зарабатываем, ну, нормальным путем, я считаю. Да, мы не трудимся тяжело физически, мы работаем с информацией. Мало того, участие в нашем проекте может даже помочь людям немножко расширить свой кругозор в мире интернета. Потому что я знаю огромное количество инвесторов в нашем проекте, до того, как они приняли в нем участие, да не могли на кнопки на компьютере нажимать. А сейчас, скажем так, у них расширился кругозор, они благодаря даже тому, что приняли участие в нашем проекте, могут черпать из интернета большой объем информации. Ну, тут, конечно, есть маленькое такое предостережение. Главное, чтобы эта информация была полезна, не засоряла вашу голову, потому что интернет еще и большая помойка, вы понимаете, да? То есть много причин. А есть те, конечно, которые говорят, а какой хороший маркетинг-план, мне не важно, что продавать, да? Я готов, скажем так, подписаться по отличным маркетинг-планам, если там даже спичками будут торговать, вот, и буду продавать. Есть такие люди? Возможно, да. Ну, я, скажем так, подразумеваю, предполагаю, что большинство людей, да, увидели и перспективу самой технологии, увидели, что за человек продвигает эту технологию, кто ее создал, да? Увидели, что достаточно простые условия, приветливая служба технической поддержки, да, сотрудники нашего отдела информационной поддержки. Кстати, я хочу вам добавить, что такого отдела, в 99% компаний, работающих по партнерским программам, такого отдела нет. Куда вы можете в режиме реального времени позвонить, обратиться, вам будут отвечать на ваши вопросы, постараются помочь в тех возникших ситуациях, которые у вас есть. Вот таким вот образом. Ладно, может быть, вступление достаточно длительное, но, тем не менее, действительно, по разным причинам люди приходят нам, и кто-то использует возможности партнерской программы, кто-то нет. Заставить человека, в принципе, невозможно, да? Понимаете, что в партнерских программах, по сути дела, главный принцип – это принцип добровольности. То есть, если ты хочешь принять участие, мы тебе поможем разобраться и поддержим. Действительно, идеальная ситуация, когда рядом с вами спонсор есть, который может с вами пойти к кому-то встречу провести и так далее. Как я уже говорил, наше мероприятие, в принципе, ну, я, наверное, больше могу сказать про те, которые провожу я, это информация первая, первичная, что есть такой проект, да, и что он из себя представляет кратко. Мы работаем с этим и даем вам такую возможность. Второе – это разбор инструмента, такой, как партнерская программа, который позволяет нам разобраться, что мы здесь можем заработать, да, какие проценты откуда идут. И третье, скажем, мероприятие, которое касается простому разбору того же личного кабинета. То есть, это для поддержки вас, как инвесторов в нашем проекте, уже состоявшихся, либо потенциальных. Есть еще целая череда обучающих мероприятий, более подробных, которые дают информацию о том, как строить этот бизнес, как им управлять, да, как работать со своей головой. То есть, посредо, вот Лариса Артамонова проводит, скажем так, вебинары, которые касаются личностного, духовного развития и так далее. Вот. Есть более подробные вебинары, касаемые непосредственно технологии, где объясняют тонкости и так далее, перспективы использования, да, сравнение с чем-то еще и прочее. То есть, есть вебинары, которые касаются такой темы, как адресные проекты, где данная технология может быть применима, как работать в этом направлении, да, то есть, на что обращать внимание, как доносить информацию и так далее. То есть, были бы вы готовы эту информацию брать и действовать, потому что действия, в принципе, никто не отменял. Даже зная все тонкости партнерской программы, все проценты, да, если вы умеете считать там в уме шестизначные цифры, если вас ночью разбудят и скажут, что будет, если у тебя в структуре там, там, там и там проплатили столько-то, и вы ответите. Но если вы не будете эту информацию никому давать, то вероятность то, что вы зарабатываете, заработаете небольшая. Итак, коллеги, всего пять квалификаций, в предыдущем маркетинге их было семь, да, вот, партнер, консультант, лидер, мастер и эксперт. Первая квалификация, которая, скажем так, уже привязана к маркетинг-плану, называется партнер. Но до этого момента, как вы станете партнером, вы находитесь в квалификации, или, скажем, в состоянии клиента, да, то есть клиент у нас сейчас не является квалификацией по маркетинг-плану. Клиент – человек, который провел регистрацию на сайте компании Skyway Capital и получил в пользование личный кабинет. То есть в личном кабинете он может посмотреть, что где находится, там, задавать вопросы вам, как наставнику, нам здесь в Москву звонить, либо в службу технической поддержки, разбираться в проекте. Он может разбираться в проекте 10 минут и сделать инвестиции, он может разбираться в проекте год. Важно, чтобы, скажем так, не закончилось время инвестиций денежных средств в корневую компанию. Правили ли человек так долго разбираться? Наверное, да. Потому что заставить его быстрее, скажем так, думать, предпринимать какие-то действия мы не можем. Предложить можем, заставить – нет. Итак, партнер – это тот человек, который зарегистрировался, то есть он в статусе клиента, и зашел в разделы реферальных ссылок, подписал агентское соглашение, либо договор, как мы называем, да, на осуществление деятельности информационного представителя либо нашего партнера, то есть на себя берет целый ряд моментов по ответственности перед налоговыми структурами своей страны и отвечает перед ними за заработанные деньги. Мы ему оказываем поддержку. Партнер – это тот человек, который имеет возможность получения вознаграждения с четырех уровней глубины своей структуры. То есть он кому-то начинает рекомендовать по его реферальным ссылкам, кто-то регистрируется. Эти люди рекомендуют глубину, и пошел такой процесс, да. Иногда его называют снежным комом, если это быстро происходит, лавина, как угодно. Так вот, с первого поколения, если по вашей рекомендации кто-то зарегистрируется и что-то приобретет для себя, вы получите 15% от суммы инвестиций, которую сделает человек. Со второго – 4%, с третьего уровня глубины – 2% и с четвертого – 1%. Это то, что доступно партнеру на сегодняшний день. Соответственно, если у вас структура развивается, скажем так, каким-то образом хаотично, четкой, скажем так, структурой, вот геометрической, да, либо, как это правильно сказать, граф ваш, да, вашей структуры, он может выглядеть как угодно. У вас выплаты идут четко с товарооборота, который привязан к уровню, да, вот первый, второй, третий, четверг. То есть нет там жесткой формы, 4 по 4, 5 по 5, 3 по 3, либо там 3 по 23, неважно. Проплата прошла на четвертом уровне, процент вам будет начислен. В первом, с первого уровня будет начислен. То есть вот в этом простота данного маркетинга. Это квалификация партнер. Вознаграждение 100% начисляется на бонусный, на акционный счет. Добавили немножко от себя. Поначалу, скажем так, руководство думало сделать так, чтобы на первых трех квалификациях был разный процент, скажем так, начисления денежных средств на бонусные, на акционные счета. Потом приняли решение пока ничего не менять. То есть вы знаете, да, что с бонусного счета вы деньги можете вывести, которые вы заработали, либо купить акции. С акционного счета вы деньги не можете не вывести, не передать никому. Вы только приобретаете акции, и акционный счет вы можете воспринимать как подарок компании, потому что вам туда начисляются какие-то средства. То есть вы купили, например, там 100 тысяч акций, рассказали десятерым людям, вам начислили деньги, и вы на них можете купить 100 тысяч акций с бонусного счета, но вы решили деньги вывести. Соответственно, у вас на акционном счете осталось, скажем так, какое-то количество денежных средств, которые вы можете потратить только на пакеты акций, расположенные в разделе инвестировать. Таким образом, компания как бы так, ну, дарит вам, и вы можете увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. То есть к тем акциям, которые вы купили за деньги, вам еще за проделанную работу дают какое-то количество акций в подарок. Это очень здорово, кстати. Вот тот, кто считает, что это хорошо, может сейчас, пока я рассказываю, поставить цифру 5 в нашем чате. Следующая квалификация, консультант. Схема выплат, в принципе, та же, жесткая привязка к уровням, да, вот, выплаты процентов по уровням, но что хотелось бы отметить, когда вы выполняете условия квалификации консультанта, у вас один уровень добавляется, и немножко меняется процентная раскладка, то есть вы начинаете зарабатывать больше. Здесь уже вступают в силу три условия. Те, кто помнит предыдущий маркетинг-план, у нас тоже было, да, в предыдущем маркетинге три условия, которые нужно было выполнять. Это ваши личные инвестиции, сумма, это инвестиции, скажем так, людей в вашем первом поколении и товарооборот всей структуры. Здесь немножко принцип изменился, и у нас здесь происходит в следующем. То есть для того, чтобы стать консультантом, самому нужно купить не менее чем на 100 долларов США, да, пакет акций, причем это может произойти единая закупка, либо по накоплению. То есть вы можете мелкими пакетами набрать до 100. В вашем первом поколении должно быть не меньше двух людей, которые сделали то же самое. То есть их товарооборот личный, да, при покупке акций составил 100 долларов США и более. Вот. И суммарный товарооборот, здесь делаю акцент первого поколения, то есть суммарный товарооборот, который делают люди лично вами приглашенные в наш проект, должен быть не менее 500 долларов США. Вот если это произошло, вам присылают квалификацию консультанта. И в этом случае вы начинаете зарабатывать 15% с первого поколения, 5% уже со второго, 3% с третьего, 2% с четвертого и 1% с пятого поколения. Возмограждение, как я уже говорил, на всех, я не буду уже повторять, в квалификациях начисляется и на бонусный счет, и на акционный одинаково. То есть пришел человек, купил у вас на 100 долларов, 15 долларов вам пошло на бонусный счет и на акционный счет. 15 там, второй пришел, купил на 100, у вас уже 30 долларов и 30 долларов, да? 30 долларов вы можете вывести с бонусного счета, да? А 30 долларов на акционном вы можете копить и дождаться того момента, когда у вас там накопится, например, не 30 долларов, а 550, и купить пакет, который соответствует нашему пакету за 550 долларов, да? В нем достаточно большое количество акций. Это квалификация консультанта. То есть, в принципе, как я говорил, маркетинг достаточно простой, в нем сложностей никаких нет. Просто у вас добавляется при выполнении каких-то условий большее количество приятных моментов, то, что вы начинаете выбирать с большей глубины вознаграждения. Следующая квалификация – лидер. Лидером вы сможете стать тогда, когда вы сами купите пакетов акций на сумму от 200 долларов и более, и в вашем первом поколении будет минимум 3 человека, которые сделают то же самое. То есть, вас 3 человека повторяют, только суммарный товарооборот первого поколения вашей структуры в этом случае уже должен достигать 2000 долларов США, либо больше. Вот это условие такое. Раньше, опять же, мы считали товарооборот со всей структуры, здесь привязка к первому поколению. Как только это происходит, то вы начинаете видеть следующую картину, что у вас открылся 6 уровень, с которого вам выплачивается вознаграждение. С первого – 15, со второго – 6, с третьего, как и было, 3, с четвертого – 2, а с пятого и шестого – по 1%. То есть, вот таким вот образом вы выполнили условия третьей квалификации, стали лидером, вам добавили еще один уровень, с которого вы будете получать проценты. Если структура, как я уже говорил, строится как лавина, если вы даете информацию, у вас, например, здесь 5 человек, там 25, там 125 и так далее. Соответственно, в каждом последующем уровне людей будет значительно больше, чем в предыдущем. И процент, да, он уменьшается, но он будет, может, идти с большего товарооборота. Четвертая квалификация. Называется она «Мастер». И чтобы стать мастером, необходимо, опять же, самому приобрести пакетов на сумму не менее 500 долларов США. В первом поколении у вас должно находиться не меньше трех лидеров. Тех людей, которые выполнили предыдущую квалификацию, то, что мы рассматривали. Сами 200, минимум три человека в первом поколении у них сделали по 200. И товарооборот всей структуры в первом поколении 2000, да. Для вас здесь условие следующее. То есть вы сделали 500, у вас есть три лидера. И суммарный товарооборот первого поколения не менее 5000 долларов США. Как только это происходит, картина следующая открывается. Вам добавляются еще три уровня глубины. Седьмой, восьмой и девятый. И с них вы начинаете получать, да, меньше 0,5 процентов, но тем не менее вы продолжаете получать деньги. Как показала статистика, у нас фактически нет ни одного человека пока на сегодняшний день в компании Skyway Capital, у кого там глубина дошла до 20 уровня. Но тем не менее мы надеемся, что вы будете активно строить бизнес, мы вам будем помогать. И эти структуры будут расти и в глубину, и в ширину. Соответственно, вы будете зарабатывать деньги, принося и нам инвестиции для строительства экотехнопарка. Итак, первое поколение 15, второе вы видите 7 процентов, да, третье 3, четвертое 2, пятый, шестой по одному, и с седьмого по девятый уровень у вас вознаграждение по полпроцента. Это вознаграждение вам доступно на квалификации мастер. Следующая квалификация, которая, скажем так, является вершиной маркетинг-плана компании Skyway Capital на сегодняшний день, называется эксперт. Здесь также есть три условия. Первое из них, то что ваша сумма личных инвестиций должна быть не менее 2000 долларов, то есть вы лично купили для себя акции на вот эту сумму. В вашей структуре, второе условие, должно быть не меньше трех мастеров, и два из них обязательно должны быть в первом поколении, а третий может быть где угодно, на втором уровне, на третьем, на четвертом, но важно, чтобы этот третий мастер не входил в структуру и команды первых двух мастеров. Здесь на рисунке они все три в первом поколении, а так третьего можно было нарисовать, например, вот, третий мастер, например, у вас вот здесь, да, соответственно, условия вы выполнили, но третье условие вступает в силу, что товарооборот именно первого поколения должен составлять не менее 10 тысяч долларов. Когда это все происходит, вы начинаете получать и выбирать максимальный процент с максимальной глубины. Первое поколение вам приносит 15%, второе 7%, как на предыдущей квалификации, третий, четвертый, пятый, шестой уровень тоже не меняются, соответственно, 3, 2, 1 и 1%, седьмой, девятый по 0,5, и с десятого по двадцатый уровень включительно по 0,2% с глубины вы начинаете выбирать, будучи на квалификации эксперта. Вот такой маркетинг компании Skyway Capital, он достаточно простой, опять же, 3 условия, может быть, первый уровень стал, скажем так, являться еще более, да, важным при квалификации, при получении следующей квалификации. Таблица, которая демонстрирует те проценты, о которых я сейчас говорил, это партнер, вы видите, да, голубым цветом выделены 4 уровня, с которых он получает вознаграждение, консультант, при условии, что у него товарооборот в первом поколении 500 сделан, да, с 5 уровней на бежевом фоне, лидер, 2000 товарооборота, с 6 уровней на светло-сиреневом, дальше салатовый цвет, 5000 долларов, товарооборот в первом поколении у мастера до 9 уровня глубины, и до 10, до 20 уровня глубины, эксперт. В принципе, эта таблица уже наглядно показывает, да, какие проценты, с какого уровня люди получают. То есть, ну, как бы так, итоговая табличка по всем тем слайдам, которые были сделаны для презентации маркетинг-плана. Если говорить о выгодах и простоте, наверное, о тех возможностях и преимуществах маркетинг-плана, то нужно отметить следующее, то, что он накопительный, как был, так и остался. Это тоже важно. То есть, не нужно ломать голову над тем, что ежемесячно делать какие-то товарообороты самому лично, да, либо там со структурой. То есть, все, что делает структура, накапливается. И вы гарантированно, если какое-то движение идет, приближаетесь к следующей квалификации. Квалификационным уровнем считается первым. Я думаю, что вы все, слушая внимательно то, что я сейчас говорю, поняли, да, то есть, все, что происходит в первом поколении, влияет на рост вашей квалификации. Поэтому, если вы активно работаете с людьми, если вы им даете информацию, и люди понимают, что, да, действительно, вы тот человек, с которым хочется строить бизнес, лучшее, что вы можете сделать, это зарегистрировать людей по своей ссылке, они будут у вас в первом поколении, они же будут приобретать пакеты акций, соответственно, делать товарооборот, да, а вы будете обучать их строить этот бизнес. Соответственно, структура будет динамично развиваться. Старайтесь не дарить людей, не передавать их кому-то, да, скажем так, не ломать голову над тем, что вот я уже 10 подписал, а может быть мне и хватит, давай-ка я поставлю это под кого-то из этих 10. Ну, никогда не делайте ставку на всех тех, кто у вас в первом поколении, потому что в любой момент они могут отвалиться. Я опять же не ставлю плюсы или минусы, просто человек перестал действовать, да, не хочет он строить бизнес. Может быть, случилось что-то, может быть, скажем так, ему что-то более волшебное предложили и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы работаете с людьми, регистрируйте их в первое поколение. При этом, кстати, если подходить чисто меркантильно и только, скажем так, корыстно, да, вы получите 15%, если говорить о деньгах. Не отказывайтесь от денег. Если вы будете подписывать даже большое количество людей и будете пытаться расшевелить тех лентяев, которые работать не собираются, ставить кого-то во второе, в третье поколение, ну, во-первых, лентяи шевелиться не станут, единственное, они могут вас доить в будущем, да, как сказать, энергетически, духовно, морально, да, потому что они деньги какие-то заработали, вы их обрадовали, а потом проходит месяц, они говорят, слушай, а что мне денег в этом месяце не капало? Ну-ка, давай-ка потрудись за меня, да? Вот, почему ты мне больше ничего не принес? А если вы им расскажете что-то давай вместе делать, мне скажут, да, не, я не хочу. Поэтому, кто-то из вас, может быть, читал книжку Джима Рона, которая называется «5 основных фрагментов успеха мозаики жизни». Если кто-то читал, поставьте просто плюсик. Очень интересная брошюра, очень интересная книжка, там, площадь, может быть, 25 страниц, и там он приводит пример, да, если вы вдруг где-то раскопали золотую жилу, да, и знаете, что там много золота, и обращаетесь, ну, почему, американский автор, вы знаете, да, у них была золотая рехорадка. Если вы кому-то из друзей вдруг говорите, слушай, я знаю, где золотая жила, давай пойдем, блин, золото накопаем, в вашем окружении и среди родственников всегда найдутся те, которые скажут, ты знаешь, лопата слишком тяжелая. Либо скажут, что на твоей лопате, блин, куча, скажем, этих заусенцев, которые могут впиться мне в ладони, и у меня потом будут болеть руки. Кто-то скажет, что, блин, он никогда не умел копать. Кто-то скажет, что это очень далеко от дома, ему некомфортно туда ездить, да. И найдется куча разных вариантов, почему они этого делать не будут. И найдется тот, кто скажет, слушай, а зачем ты им всем рассказал, мы могли это золото на двоих потереть, да, то есть люди разные. Поэтому, если люди за вами следуют, да, регистрируйте их в первое поколение и помогайте им развиться. И тогда все будет развиваться нормально. Вывод средств. Минимальная сумма для того, чтобы можно было выводить денежные средства с бонусного счета 30 долларов. Условия роста квалификации, ваша личная инвестиция и объем инвестиций людей, которых вы пригласили в первом поколении. Это будет двигать вас по бизнесу. Действительно, очень простое условие для того, чтобы стать успешным в нашем бизнесе. Достаточно купить пакет акций за 15 долларов, да, вот в процессе. Даже если вы сначала не купите и начнете давать информацию по нашему маркетингу плану сейчас, вам будут начисляться денежные средства на бонусный национный счет. Ну, было бы глупо, да, заниматься, скажем, таким видом деятельности, рассказывать людям, как вы верите в технологию, как все здорово, какие проценты там, какой уровень капитализации по тем деньгам, которые вы сегодня вложите, а самому не купить вообще ничего. Ну, это будет не совсем красиво. Если вы так будете делать, или люди, приглашенные вами, через какое-то время их раскусит, и поверьте мне, да, вот как устроена партнерская программа, редко люди делают больше, чем делаете вы. Вот. Если вы сами ничего не купили и будете им рассказывать, как круто, да, быть владельцем пакетом акций, вот, и так далее, и так далее, то у вас будет огромная структура, даже может быть, таких же, как вы сами, которые будут всем красиво петь, да, у вас может быть дуэты, блин, трио, которые будут ездить по разным городам, красиво выступать, рассказывать, как хорошо быть владельцем пакета факций компании Skyway Capital, ну, будет увеличиваться количество певцов в вашей структуре, да, это денег вам не добавит, в принципе, им тоже. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию, то есть, единожды, как я говорю, вы поднялись на какой-то уровень, и за вами закрепляется та квалификация, которая есть. Вы можете вырасти, упасть уже нет. То есть, фактически, у нас односторонняя дорога, как я говорил, либо лестница, либо эскалатор. То есть, вы можете заехать комфортно, да, если у вас образуется быстро команда единомышленников, либо вы можете, скажем так, серьезно идти пешком. Если вы будете, скажем, подписывать огромное количество родственников, которые ничего не будут делать, вот, а вы под них будете кого-то подставлять, то это будет выглядеть следующим образом. Вы идете по лестнице, да, согнувшись, а на вашем горбу, блин, комфортно, либо в ванне чугунной, либо там еще в каком-то большом таком мешке огромное количество народа, которых вы пытаетесь поднять наверх. Вы понимаете, да, через какое-то время они вас раздают просто-напросто. У нас высокий процент выплат с первого поколения, 15 процентов, не так много партнерских программ, где это происходит. Потому что, как правило, 3-5, где-то 10. Вот, есть компании, у которых 15, бывает 20, там и так далее, у нас 15 процентов. Я не говорю сейчас про продажи, да, потому что часто люди, которые работают в каких-либо компаниях MLM бизнеса, говорят, а у нас тоже там есть 15 процентов награждения, а у нас 30, а у нас 40. Я говорю, это что? Они говорят, ну вот мы, говорит, купили товар, и мы на 40 процентов дороже его продаем. Я говорю, ребят, нет, мы не о том говорим. Вам не надо ничего продавать. Вы у нас не покупаете какие-то пакеты с конвертами бумаг и не стоите где-то в метро и что-то не продаете и не ходите по домам и не проводите презентации с какого-то продукта. Мы работаем с информацией. Выплата вознаграждения идет до 20 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в первом поколении. Я, в принципе, про это вам уже рассказал, не буду на этом останавливаться сейчас. И бонусное вознаграждение, это важно, еще раз хочу добавить, начисляется вам как на бонусный, так и на акционный счет. Одинаково. По сути, вот это те условия, которые на сегодняшний день есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, по поводу названия книги, Татьяна, «Пять основных фрагментов успеха мозаики жизни». Автор Джим Рон. К сожалению, автора уже нет в живых. У него первая книжка называлась «Семь стратегий достижения успеха и богатства». У него есть очень классная книжка. Вообще, к сожалению, у меня ее не стало. Я одному из менеджеров, который со мной сотрудничает с компанией Skyway Capital, принес ее почитать. Называется она «Сезон жизни». Она исчезла вместе с менеджером. Но он сейчас не работает. То есть ушла часть моей души, наверное, скажем так. Ну ладно, я думаю, не больше. Если эта книга ей принесет пользу, этому человеку, я буду только рад. Так, какие у вас есть вопросы, коллеги? Татьяна у нас из города Кирова, то есть с берега замечательной реки Вятка. Там, где есть Кировский машзавод имени 1 Мая, где делают железнодорожную технику, кстати, да, а мы в какой-то мире конкуренты. Вот. И лифты. Ну, в принципе, к кировским лифтам вроде претензий нет, они никогда не падали, и дно у них тоже не упадало. Вы знаете, да, в последнее время куча страшных случаев в Москве. То лифт уходит там, человек не успел в него вступить, он и не сбежал. То человек вступил, дно проваливается. Вот таким вот образом. В Кирове есть, кстати, хоккейная команда с мячом. Да, если не ошибаюсь. Вроде на Кирове называется. Коллеги, есть ли какие-то еще вопросы? Я вижу, что в процессе к нашей презентации добавились люди из города Грозного. Приветствуем Чечню. Вот это Северный Кавказ. Петр Репин, если не ошибаюсь, из Самары. Так. Вот Петр написал спасибо. Да, в принципе, не за что, коллеги. Опять же, я не настаиваю, не могу не заставить, ни что сделать. Но, в принципе, если вот на такие вебинары будут приходить люди, которые недавно только зарегистрировались и хотят разобраться, думаю, хуже им не будет. Подобный вебинар у нас проходит по вторникам в 18 часов по Москве. То есть, может быть, более удобно для людей, проживающих в европейской части Российской Федерации, да. А, извиняюсь, Петр, да. Я спутал с Петром Кутумовым. Точно. Вот. Каменск-Уральский. Ну, из Каменского-Уральского у нас достаточно большое, кстати, количество акционеров, если не ошибаюсь, да. То есть, там довольно большая структура работающая. Так. Смотрю, что вопросов, в принципе, не возникает. Тогда, наверное, сделаю маленький промоушен, да. Сегодня в 19 часов состоится вебинар Григория Мирошниченко. И я думаю, тех заморочек, которые происходили в прошлом неделе, не будет сегодня, да. Потому что мы разобрали, скажем так, как работать в комнате. Сейчас специально проверили. Все работает нормально, как часы. Поэтому те, кто считает, что тема получения доходов для него интересна сегодня, да. Григорий Мирошниченко будет рассказывать, как строить партнерские структуры и будет отвечать на ваши вопросы, да. Те, которые вас больше всего беспокоят именно вот в этом направлении. Поэтому придите сами, если вам это интересно, и пригласите тех партнеров, которые, в принципе, ну, повернулись лицом к возможности получения дохода, да. Вот. К той возможности, которая есть у нас. Завтра будет вебинар в 12 часов Павла Манилова. В воскресенье в 15 у нас будут семейные встречи, которые проводит Александр Манков. Сегодня мы сделаем рассылку по расписанию на следующую неделю. Кстати, маленький такой вопросик я вот задавал на предыдущих вебинарах. Скажите, все ли из вас знают, где можно посмотреть уже достаточно легко и доступно информацию, в какой из дней и в какое время будут вебинары? Вот есть те, которые не знают этого? Давайте честно так, как есть выражение. По-честноку. Потому что за это не наказывают, не лишают вас какого-то количества акций, да, и так далее. Если есть те, кто не знают, я сейчас вам это покажу. Это займет буквально минуту времени, там, полторы. Вот Алексей молодец, он написал в личном кабинете. Петр написал, что получает рассылку с расписанием. В принципе, даже это сейчас не обязательно, просто если вы периодически заходите в личный кабинет партнера компании Skyway Capital, то там есть в разделе «События» сейчас уже раздел «Расписание мероприятий». В Google таблице вы можете зайти, там, правда, нет ссылок, но тем не менее, да, Виктор, на почту приходит расписание. Вы знаете, вот мы, вот вы молодец, что вы знаете, что на почту приходит расписание, но как вот начинается у нас неделя, у нас начинается головная боль, потому что начинается жаловаться огромное количество людей, вот нам не пришло расписание там на неделю, да, нам вот мы зарегистрировались на почту, не пришло там приглашение, ссылка. Мы знаем, что она приходит, потому что на вебинарах присутствует там 70, иногда 100 человек. Они же пришли почему-то на этот вебинар, правда? Потому что люди не умеют пользоваться своей электронной почтой. Так вот, для того, чтобы людям было проще это находить, да, в разделе личного кабинета события сделали расписание вебинаров, чтобы уже, как бы так, ну, у людей было меньше поводов кидаться в нас камнями, да, ну, не только камнями, кстати, что мы им чего-то не дали. То есть информация теперь, во, по расписанию, в группе ВКонтакте она выкладывается, в понедельник с утра она будет выложена, на почту мы делаем рассылку, да, вот, и теперь в личном кабинете уже это разместили. Было бы только, ваша добрая воля была бы, чтобы вы на эти вебинары приходили, чтобы они вам пользу приносили. Если регистрируется, то ссылка на вход не приходит, поэтому всегда захожу по гостевой. Ну, логично, Виктор, я тоже, в принципе, на все вебинары захожу, которые захожу по гостевой ссылке, потому что она работает всегда. Одно могу добавить, гостевая ссылка сейчас на все наши вебинары работает за 20 минут до начала мероприятия. Вы вхожи в эти комнаты. По поводу спама, правильно, Анна, многие люди просто, скажем так, не удосуживаются заглянуть в папку спам, пометить это письмо, что это не спам, подтвердить, и эти письма будут переходить в папку входящей. Есть люди, у которых почта на гугле, на джинейле, и там есть папка входящая, там она разбита на три части, то есть там есть промо-акции, там есть, скажем так, из соцсетей сообщения уже отдельно, и есть просто входящие. И вот люди, скажем, входящие смотрят, а зачастую наша рассылка попадает в раздел промо-акции. Поэтому надо просто уметь пользоваться тем электронным ящиком, который у вас есть. Правильно верю, кто хочет, тот всегда найдет. Вот таким вот образом. Соглашение заключается в статусе партнера. Татьяна, нет, смотрите, соглашение, когда человек просто регистрируется, для того, чтобы у него появилась возможность просто доступ к реферальным ссылкам, ему нужно подписать это соглашение. Если он его подписывает, у него появляются реферальные ссылки. Соответственно, благодаря этому появляются и первые партнеры в первом поколении. Потому что он дал реферальную ссылку, а по ней человек зарегистрировался. Вот если человек не подпишет этого соглашения, у него не может быть вообще никаких вознаграждений. И у него в разделе статистика будет показано, что структуры нет никакой и так далее. Вот. Так, какие еще вопросы? Я думаю, что вы сожалели о том, что сейчас нельзя перевести партнеров из корневой компании к нам. Скажу одно. Мы достаточно долго предоставляли данную возможность. Сначала три месяца, потом это продлевали чуть ли не на все лето. Ну, были люди, которые не воспользовались данной ситуацией. Теперь им надо просто регистрироваться по новой, если они хотят. Вот таким вот образом. Ну, вот, наверное, и все. Если у вас нет вопросов, если я рассказал достаточно доступно и, скажем так, все понятно, могу только вас поблагодарить за то, что были сегодня с нами, за то, что вы приходите на наши вебинары. Могу пожелать вам успешного построения партнерской структуры, да, создания этой структуры, получения высокого уровня дохода. Потому что еще одна важная вещь, которая есть у каждого из вас сегодня, вы становитесь в какой-то степени работодателями, давая людям информацию. А на рынке труда ситуация, я не могу сказать, что сладкая, да. Многим сокращают зарплату, многие должности сокращаются, кто-то теряет работу и так далее, и так далее. Поэтому данная возможность позволяет вам, даже если вы занимаетесь чем-то, скажем так, любимым занятием, и временами вы хотите от него отдохнуть, но при этом вам, скажем так, не будет претить то, что вы будете зарабатывать что-то еще, используйте данную возможность. Вот таким вот образом. Ну, относитесь к этому легко, в каком плане легко, да. То, что здесь не нужно пахать, вот таким вот образом. Если вы тяжело это делаете, то вам деньги будут тяжело приходить. В любом деле, кстати. Если вы убиваетесь на работе, там, да, работаете за эскаватор, за подъемный кран и за что-то еще, то радости от этого не будет. Никогда-то надоест. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое. Здоровья вам, любви, денег, хороших выходных. Если вы в зиме и любите зиму, мы желаем, чтобы у вас был снег, а не дождь, как у нас, да. Вчера был ливень. До дома пришел, куртка насквозь и рубашка вся мокрая. Все, до свидания, друзья. До новых встреч на следующей неделе. И обращаю внимание на вебинары, которые у нас на этой неделе еще остались. Их еще три. Сегодня в 19, завтра в 12 и послезавтра в 15. До свидания.